Всем привет, Дубкина связи! Ребят, сегодня я отвечу вам на очень распространенный вопрос, как выбрать хорошую корову. В последнее время очень много подобных комментариев у меня на канале. Я, если честно, сам не всегда придерживаюсь данных пунктов, на которые стоило бы обращать внимание, потому что я покупаю, скажем так, коров по мере надобности. Например, у меня есть дефицит в количестве молока, и я еще открываю на авито нужную корову. Как правило, созваниваюсь с хозяином и как бы вот уже на базе разговора делаю выводы о корове. Но как бы новичкам так делать не стоит. Все-таки лучше более тщательно подойти к этому вопросу, потому что новички, как правило, к своему первому животному привязываются, прикипают душой, чего я вам сразу скажу, делать лучше не стоит. Надо отдавать себе отчет, что всякие экстренные ситуации могут произойти в хозяйстве, и вы должны нормально и адекватно подходить, скажем так, к текучке животных в вашем хозяйстве. Да, хорошо, если коровка живет долго и счастливо в вашем хозяйстве, радует вас продуктивностью из года в год, и как бы все это замечательно. Но как бы все равно пунктик себе такой оставляйте, что рано или поздно с вашим животным придется расставаться. И чем спокойнее вы к этому вопросу подойдете, тем лучше. Ну, теперь подойдем к вопросу подбора коров в ваших хозяйствах. Первое-наперво это здоровье вашего животного. Это вы можете, ну, в основной массе подтвердить документом. Это справка форма номер один, свидетельство формы номер один о при продаже животных, который выдается. Она выдается ветеринарным органом СББЖ, то есть служба по борьбе с болезнями животных в вашем районе. Когда вы покупаете животное, вы обращаетесь в свою ветеринарную, как это, участковый пункт ветеринарный. Говорите, что я хочу купить корову и называете адрес, где вы хотите купить. Вас регистрируют в системе Меркурий. Это всероссийская система отслеживания движения скота. Это все бесплатно. Туда вы подаете только свои паспортные данные и ННН. Владелец, который продает вам животное, тоже там регистрируется, если он не был зарегистрирован. Там тоже это все бесплатно, если они там не зарегистрированы, то стоит это сделать. Это тоже будет гарантией того, что вы покупаете здоровое животное. Обязательно следите, чтобы на животном были бирки. Вот, видите, в ухе у коровы бирка. Это гарантия того, что вам выдадут свидетельство о здоровье именно на это животное. Да, конечно, там могут сказать, что, ой, мы не хотим корове дырявить или там козе ухо, это больно. Но это гарантия, потому что ветеринары на своих ветеринарных участках не всех животных знают в лицо. И, например, в хозяйстве стоят по соседству две черных коровы. Одна там 289-я, другая 250-я, да. И вдруг одна из них там, ну, лейкоз там у коровы или какая-то там другая патология, мало ли, да. Что вы будете знать, что кровь взяли именно от здорового, то есть от животное, которого вы покупаете. Потому что взяли кровь, например, у здоровой коровки, да, а продали вам больную. Ну, ветеринар же не знает там, какая из них по номеру какая, да. Номер в ухе должен совпадать с номером, которое в ветеринарном свидетельстве. Тоже это отслеживайте, имейте в виду. Как правило, в каждом регионе, даже в каждом районе свои требования к ветеринарным обработкам. Ну, это, как правило, лейкоз, бруцеллез. У нас при продаже еще есть анализ на лептоспироз. Это болезнь, которую переносит мыши. Она отражается на репродуктивной функции тоже. У нас это при продаже, при покупке обязательно. Ну, там еще сезон на весенней обработке, это, как правило, бешенство делается, прививка. Делается прививка от надулярного дерматита. У мелкорогатого скота это оспа. Что еще? Туберкулизация происходит. Вот тоже делают как бы манту, да, в шею. Шишку у нас ее называют просто, да. Приходят, делают укол и через три дня проверяют, нет ли, скажем, реакции на данную вакцинацию, не образовалась ли шишка. Если что, как бы берут кровь на анализ уже непосредственно, чтобы точно исключить это заболевание. Если коровка после отела и прошло 3-4 месяца, желательно, чтобы коровка, конечно, была уже стильная. То есть это как бы гарантия того, что у коровки хорошо работает репродуктивная функция. Что еще по здоровью? Ну и как бы самое главное, вид у животного должен быть визуально здоровый, она должна быть ровная, прямая спина. Конечности хорошо расставлены, да, животное не должно сутулиться, хромать. Четкий, ясный взгляд. Что еще? Ну, если стильность у животного уже, скажем так, несколько месяцев, то если есть возможность, вы можете сделать, попросить, например, в хозяину вы едете, а можно ли установить стильность. То есть попросить, если есть возможность приехать с ветеринаром, там сделать УЗИ, либо проректалить, чтобы, ну, точно быть уверенным в стильности животного. Да, вот, такие дела по здоровью. Так, дальше перейдем к функциям. Например, возраст. Спрашивают, в каком возрасте лучше покупать корову, да. Телку ли выращивать, чтобы она была, скажем так, приучена к хозяйству, да. Я, как говорят, выращу под себя, но это тоже нет никакой гарантии, что вы вырастите, да, и у вас по характеру, например, будет какая-то нормально, адекватная корова, потому что вот сколько лет и бабушка занималась с коровами, и я занимаюсь. Я не так часто выращивал себе телок на плене, но бабушка в свое время нарастила всяких разных, и тоже были у нее по характеру дурные коровы. Ну, а выращивались-то они все, грубо говоря, по одной методике, да, никакого там подхода особого не было, что там ее как-то угнетали, что она там дурная получилась. Да, бывают и легаются, бывают и спокойные. Поэтому для меня этот вопрос вообще не стоит. Для меня покупка актуальна только коровы, где я могу уже, грубо говоря, по месту посмотреть. Да, я, например, приехал, посмотрел, как коровка реагирует на нового человека, что она спокойная, не агрессивная. Бывает, конечно, корову, которой, например, руку протягиваешь, она так это настороженно относится к новым людям, она и рогами может отмахнуться, и как-то фыркнуть, и головой махнуть вот так вот, отстраниться в сторону. Ну, как бы, как правило, даешь горбушечку хлеба подсоленную, либо там яблочко, и корова с интересом, ну, спокойно подходит, принимает угощение с руки и ведет себя адекватно, чтобы она спокойно и не агрессивно стояла на дойке, не легалась. То есть, это можете, ну, как бы, вы посмотреть. То, что вы выращиваете, например, телку сами, не дает никакой гарантии, что получится адекватная корова спокойная, которая будет стоять спокойно на дойке и не биться. Вот. А так, у дойной коровы вы можете и характер посмотреть, и как она стоит на дойке. Форму вымени посмотреть, что желательно, чтобы молоко в долях было все-таки распределено поровну, но, как правило, в передних долях молока бывает меньше, чем в задних, и это, в принципе, нормально. Это называется индекс вымени, то есть соотношение молока в передних долях к задним долям, он вычисляется в процентах, то есть индекс вымени 60, например. Это значит, что в задних долях молока 60% от общего объема, да. Вот. Ну, как бы, вот, то есть это тоже в пределах нормы, да. Просто при выдаивании доильным аппаратом стоит на это обращать внимание, и чтобы передние доли на сухую не доились долго, да. Также тугодойность вы сразу по месту смотрите, чтобы широкие были протоки, чтобы молоко шло с широкой струей, особенно если доите руками, потому что руки будут уставать, если, как говорится, доишь-доишь, а молока все, как бы, и дно-то подойник не прикрылось. Чтобы, как бы, не было уплотнений вымени, да, проверяете, чтобы, как бы, ни шишек никаких, ни шариков в сосках не было, как-то, да, тем более проверяете, а, еще при покупке коровы, если дойный, проверяете на мастит, желательно с собой взять тест на мастит. Сейчас в аптеках продаются какие-то тесты, которые, ну, быстро делаются, блин, слово забыл. То есть вы стакан с каждой долей там подоили, капнули там несколько капель этого теста, поболтыхали там, если загустело, не загустело, ну, все, короче, по инструкции. Если нет у вас возможности купить такой тест, едете, я уже говорил это, но скажу еще раз, берете с собой тряпку и ферри. То есть вы подоили коровку, смочили эту тряпку в молоке, капнули на нее ферри и вот так вот тряпку пожамкали, пожамкали. Если тряпка просто пенится, то замечательно. Если тряпка у вас в руках становится склизкой, значит, повышенное содержание соматических клеток. И, возможно, сейчас от маститы есть, либо он, как бы, скрытый какой-то мастит проявляется. Таким образом, вот, это прям универсальное средство для проверки. Также, сейчас еще скажу по поводу дойки, раз уж говорил, когда вы приезжаете на пробную дойку, лучше о дойке заранее не сообщать. Ну, например, если вы хотите приехать на вечернюю дойку, то лучше позвоните в обед и скажите, что мы вечером приедем. Потому что, если вы скажете утром, а корова еще с утра вдруг не подоенная, то ее могут не додоить до конца, да. А так, в обед вы приезжаете и смотрите, сколько корова, ну, то есть, в обед вы сообщаете о дойке, в обед вы приезжаете на дойку и смотрите, сколько корова реально по факту дает. Итак, про дойку. Вы приехали на дойку и смотрите, как хозяйка готовится к дойке, как она кормит, как вообще этот процесс в хозяйстве происходит. Как она подмывает, какой водой она подмывает, как корова ведет себя при подмывании Потому что некоторые коровы, и у меня такие были, и есть, не любят, когда их подмывают, к примеру, зеркало сзади моют Это вот пространство вымени под хвостом, да, вот, потому что некоторые присаживаются, некоторые начинают лягаться То есть, ну, как бы тоже смотрите, как она себя ведет, чтобы потом для вас это не было новостью Вот, хозяйка с подмыванием вымени все манибуляции провела, первые струйки сдоила, и вы садитесь и начинаете доить Попробовали, как корова подпускает молоко, какая ширина струи широко идет, тонко ли молоко из сосков выходит Туго, не туго, если вы доите руками, как вот вам под руку удобно, неудобно, сподручно Спрашивайте у хозяйки, как она доит щипком, кулаком Все это мотаете на ус, попробовали немножко, подоили, и все, пусть хозяйка додаивает корову дальше сама Потому что корова новому человеку молоко все может и не отдать И как бы вы подоите, смотрите, молока мало, а хозяйка вам говорит, ну, не додала, да, потому что ты доил Как бы новый человек, да, вы попробовали, поняли, что, ну, как идет молоко, потому что бывает задние, там, например, соски потуже, передние послабее Либо там, ну, все, вот эти нюансы вы узнаете, и додаивает хозяйка сама, чтобы было точное количество молока Вот такие дела Пробуйте молоко, там, парным, берете с собой на пробу банку молока, да, посмотрите на следующий день, какой будет отстой Какое молоко потом на вкус Дома тоже сами процедите Старайтесь, чтобы вот вы корову подоели И молоко вынести из сарая, потому что вы можете там, например, подоить, и молоко стоит в сарае А вы дальше там задушевный разговор про корову ведете А тем временем молоко напитывается запахом сарая Ну, точнее, не молоко напитывается, это молочный жир максимально впитывает в себя все запахи И поэтому бывают такие комментарии Вот, например, были, купила молоко, а молоко пахнет навозом Ну, я не знаю, как это отражается мытье коровы, что хорошо подмыли или нехорошо Ну, потому что, ну, я не знаю, как не подмыть корову, я поэтому не знаю, возможно ли это Если, например, плохо подмоется корова, пахнуть ли будет молоко навозом А вот если молоко после дойки стоит в сарае, оно наверняка напитается запахами и будет пахнуть этим сараем Чтобы для вас тоже не было новостью, что молоко воняет Вот, на пробу хотели взять, оно воняет Оно может провонять, пока вы там будете стоять и балаболить рядом с этой коровой По возрасту не дорассказал, в каком возрасте лучше покупать Да, я вот, я беру вообще не глядя на возраст, не глядя на отел Ну, уж там старую, 16-летнюю я бы, естественно, себе не взял Ну, вот матрешку я покупал Когда я ее привез, она была стильная, десятым То есть, у меня она 4 раза телилась, ей было 12 лет Сейчас вот ей 16 лет, зимой ей будет 17 То есть, несмотря на возраст, я корову взял Почему я ее взял? Я спросил перед покупкой, сколько доит корова максимум Мне сказали, что корова максимум доит 20 литров То есть, 20 литров это не такой большой удой Мне сказали, что коровка маленькая Если бы она доила литров 30, то 10-летнюю я бы ее уже не взял Потому что корова маленькая И на большой удой из организма расходуется слишком много энергии И с большим удоем у маленьких коров страдает, как называется, продуктивное долголетие Ну и, соответственно, с возрастом у высокоудойных коров Могут быть проблемы с предродовым и послеродовым залеживанием, с порезом То есть, вот как бы у меня такая коровка маленькая, высокоудойная, старенькая была У нее был порез, и после пореза мы ее поднять не смогли То есть, я ее тоже взял Она была стельная 9-м 9-м она отелилась нормально 10-м она у меня отелилась и слегла с порезом После которого пришлось ее уже зарезать Вот Самый такой возраст в расцвете сил Это 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, ну до 8-го отела корова будет у вас в хозяйстве доиться Шикарно, без проблем Но, опять-таки, чем лучше уход, тем дольше продуктивное долголетие животного Да, если оно у вас в чистом поле ходит, ни концентратов, ничего не видит То, соответственно, и никаких претензий у вас, у самих, как у хозяйственников быть не может к данному животному А что это она так мало доит или так быстро вышла из строя, да? Вот Здоровый организм сам по себе борется за жизнь и без проблем функционирует Ну и это здоровье тоже нам надо поддерживать периодическими Ну, хорошо, если там пропоить какие-то препараты для обмена веществ Либо проколоть там этот, ну, бутафан, катазал, там, например, в, там, не знаю, в второй половине Во втором триместре стельности, там, по инструкции бутафан, либо катазал проколоть Это отлично скажется на обмене веществ животного и тоже пойдет ему только на пользу Можно сезонные какие-то весной прокалывать периодически Это витамины, там, Тревит, Тетра, Гидровит Ну, короче, их огромное множество Я их сам не всегда применяю, поэтому и вам тоже лапшу на уши вешать не буду, да? Козом, например, я иногда АСД-2 пропаиваю Ну, это как бы такая гадость, ее силы приходится вливать Развожу в шприце в 20-кубовом небольшое количество По инструкции это АСД-2, набираю в шприцы до полного объема, добираю его водой И потом зажимаю голову козы вверх и в угол рта просовываю шприцы, выдавливаю Точно так же можно и с коровой сделать Да, ну, как бы, все во благо зверушки Вот, так что возраст животного мы с вами определились Это, ну, грубо говоря, до 7-8 отела без проблем Ну, возможно, вам, скажем так, у вас экстренно не хватает молока вот здесь и сейчас И вот этот прогал в отсутствии молока нужно заполнить И поэтому вы можете себе позволить купить на 2-3 года, например, и пожилую корову, да? Как вот делал я Тем более она была очень дешевая, за 28 тысяч я ее покупал Да, ну, где за 28 тысяч купить корову? Ну, вот, ну, как бы, делаем выводы, делаем эти По молоку тоже, как правило, не всегда это так Но, как правило, чем больше удой, тем, как бы, меньше жир у молока Ну, а сейчас, я говорю, селекция не стоит на месте Современные галштинки с высокими удоями, которые и сверх 10 тысяч за лактацию коровы дают То есть это суточный удой больше 30 литров Жир на уровне 4% Ну, опять-таки, это тоже надо все знать, проверять И, как бы, нарваться на такую коровку Вот Возраст еще можно определить по рогам Даже не сколь возраст, а количество отелов Но не на всех, как бы, коровах Потому что, вот, у матрешки у нее каждый отел прослеживается на рогах У нее такие ярко выраженные вот эти вот кольца Они образуются не... Это не годичные приросты, как на деревьях Это кольца, которые образуются во время стельности Потому что во время стельности в организме повышается обмен веществ И, вот, как бы, происходит вот это вот нарастание роговевшей части У нее отчетливо видны эти кольца У ночки будет седьмой отел У нее по рогам вообще непонятно Невозможно определить, какой там у нее отел был, будет И также еще на рогах отражаются не только отелы, но еще, ну, неполная стельность Если, например, корова на четвертом, пятом и последующих месяцах абортировала На рогах это тоже отразится Микро... эти... не микроаборты А эмбриональная смертность там на первых стадиях, первом триместре Может на рогах и не отразиться А вот последующие как бы могут Поэтому, если вам говорят, что коровка там пятым отелом А на рогах вы четко видите, что шесть конкретно выраженных вот этих вот углублений, колец То, как бы, стоит об этом тоже спросить А абортировала ли она когда-нибудь в хозяйстве Вот такие дела Ну, вот и говорю Удой это уже как бы вы подбираете сами Какой удой вас устраивает Какой удой у ваших коров в вашем регионе считается нормальным Потому что, я говорю, у нас коровы, которые дают меньше 20 Это уже так себе корова От 25 до 30 это вот хорошая корова считается Сверх 30 это уже прям вот великолепно Я коров за свою хозяйственную деятельность поменял довольно много За это мне тоже и тапками прилетало Что коров я часто меняю Я говорил свою позицию на этот вопрос Потому что я на хозяйстве занимаюсь один И я подстраиваюсь под спрос и под свое Ну, скажем так, здоровье, да Если я чувствую, что у меня есть силы И у меня не хватает молока Я покупаю корову Если, например, спрос становится резко меньше И, как бы, ну, мне тяжело содержать И напрягать свой организм Мало того, что по содержанию большего поголовья По переработке продукции с этого поголовья Так как у нас нет возможности сдать лишнее молоко Если оно существует Там, приемщикам, да Что у меня не продалось, скажем так Приемщикам сдать У нас такого нет У нас молоко не принимают вообще Даже если мы захотим У нас его тут, ну, вообще некуда сдать Соответственно, это молоко мне надо Произвести, переработать И еще тратить силы на Поиск клиентов на реализацию На расширение клиентской базы Если у меня их нет Я легко расстаюсь с коровами Выставляю корову на Авито Да, и, как бы, приезжают, покупают Не всех коров, которые у меня были в хозяйстве Я сдавал на мясо Тем более, там, в своем хозяйстве Резали на мясо В своем хозяйстве буквально двух Вот резали Та, которая не поднялась после отела И еще был у меня экстренный забой Тоже вот этот случай Когда я говорю, что надо быть в любой момент Готовым, что вдруг с скотиной что-то произойдет То есть, была у коровы темпания То есть, вздутие Она отвязалась, наелась фуража И, как бы, у нее Очень стремительно проходила Эта темпания Ветеринары ко мне не приезжали Все средства, которые мне были доступны Которые я знал И которые мне посоветовали ветеринары По телефону я произвел Толку никакого не было И пришлось проводить вот этот самый экстренный забой Вот тоже Поэтому всех остальных коров Я просто продавал новым владельцам Кто-то у меня покупал по две коровы даже Вот одну купили Через две недели еще купили В соседнюю деревню покупали А это тоже, сами знаете, такая В соседнюю деревню продавать А бы какую хреновую корову Тоже в соседнюю деревню не продашь, да? То есть, вот такие дела Двух коров у меня хозяйка Я выкупал себе в хозяйство назад То есть, у меня есть знакомая Нина Линишна Большинство коров у меня были Восемь коров я из ее хозяйства Или семь покупал То есть, я у нее купил первую голубку Потом голубкину дочку Потом еще две Потом еще одну Потом еще Она, что-то купила себе корову Она ей показалась туговатая Она говорит Паш, давай поменяемся Ты мне отдашь мою, которая мало дует А я тебе эту новую отдам Вот так мы делали Потом у меня ее корова одна Прохолостила Я ее с дуру Не проверивши на стельность Отправил в запуск Она оказалась Не стельная Соответственно, ее пришлось бы Кормить год Ну, 9 месяцев До следующего отела Просто так Я ее выставил на Авито Корову на мясо Она ее увидела Продай, отраду мне назад Отраду она мне То есть, еще одну свою корову Она назад у меня выкупила Вот такие дела А еще, кстати, недавно Прямо в ВКонтакте Мужчина мне писал Спрашивал про дополнительные соски На вымени Про рудиментарные соски Является ли это норма Порог, не норма Что с этим делать Бывает, что на задней части вымени На зеркале, как называется Бывают дополнительные соски Сейчас как-то это меньше распространено Но раньше, когда у нас был совхоз В поселке И довольно много коров было У людей по поселку Это вообще считалось не то, чтобы нормы А таких коров даже старались оставить В хозяйстве Это считалось, что это признак Высокой продуктивности коровы Ночь, а ты меня сейчас сдвинешь Вот И владельцы, наоборот, старались Подобных коров С дополнительными сосками Оставлять на племя Вот от Рада Про которую я говорил Сейчас я поэтому про нее вспомнил У нее дополнительно были Четыре соска на зеркале То есть на продуктивности Это никак не отражается Это просто дополнительные соски Ни на продуктивность, ни на дойку Они не влияют Да, если соски между собой сросшиеся Либо дополнительный сосок на соске Либо впритык к соску Это может, ну как, на дойке мешать То есть как бы доставлять неудобства При дойке ручной Будет там это молоко Из дополнительного соска сочиться Потому что вы будете при дойке его задевать И все равно он функционировать будет Либо его будет затягивать в аппарат И так как он попадет при затягивании Под кольцо резины Вот это, которое сужается Он будет синеть Доставлять корову дискомфорт Болевые ощущения То есть на дойке То есть если соски рудиментарные Дополнительные Не впритык к рабочим соскам Не на соске Не сбоку А где-то высоко На зеркале Выше Ну то есть Не будут мешать при дойке То это ничего страшного Это нормально И как бы Смиритесь с этим И не обращайте на это никакого внимания А что еще При покупке коровы Я говорил Ну самое главное Я уже сказал Это здоровье Это подтверждается Справкой формы номер один Свидетельство номер один Характер коровы Чтобы она на дойке не легалась Не брыгалась Количество молока Чтобы вас устраивало И молокоотдача Чтобы корова не была тугая Потому что бывают коровы Узкие протоки То есть молоко Тонкой струйкой идет Может оно легко идти при нажатии То есть эта корова не тугая То есть на сосок нажимаешь То есть усилия не прилагаешь Просто молоко очень тонко идет А бывает коровы тугие То есть и протоки широкие То есть молоко идет широкой струей Но это прям надо усилия прилагать Прям вот на сосок чуть ли не силой давить То есть кстати вот даже Тугодойность это менее страшно Чем тонкие протоки Потому что тугодойность Как бы быстро Силу применил к соскам Но как бы оно хотя бы широкой струей идет Нежели ты будешь сидеть Вот циркать без усилий Но вот как бы 41 ночь от сидеть под этой коровы Пока до конца ее выдаешь Особенно если высокоудойная Заколебетесь доить Так что такие дела Еще пишите на что вы обращаете внимание При покупке коровы Пишите на что я не обратил внимания Пока рассказал Потому что начинающие Они все равно комментарии все читают И ваши комментарии для них будут полезны Поэтому то есть не скупитесь на советы Пишите кому надо Они прочтут Сделают для себя выводы И будут вам благодарны Вот такие дела Спасибо что меня досмотрели до конца Что ставите лайки Пишите комментарии Смотрите рекламу Тем самым поддерживайте меня Материально Я вам за это неимоверно благодарен Всем спасибо за просмотр Всем всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok